Вы любите цитрусовую кислинку и хотите, чтобы насыщенный цитрусовый аромат наполнил ваш дом не только свежестью, но и здоровьем? Так почему бы не попробовать вырастить лимон у себя на подоконнике? Но чтобы тропическое растение принесло урожай, за ним нужно правильно ухаживать. Лимон, да вообще капризный. Во-первых, у него очень сложная зимовка. Зимовать лимон любит в более прохладных условиях. Это достаточно и 12 градусов, если у вас будет, допустим, терраса или зимний сад. Это может быть еще 15-16 градусов, но не больше. Что касается освещения, то, конечно, это светолюбивое растение. Летом он любит хорошее солнце, его можно сажать на солнечной стороне или держать. Ну а зимой, чем больше света, тем лучше. Можно устроить подсветку ему. Ему тепла не надо, ему нужно освещение. Учтите, цитрусовое дерево плохо переносит температурные скачки. Когда наступает период цветения, то в квартире не должно быть выше 18 градусов. Более высокая температура приводит к усыханию бутонов, а далее к их сбрасыванию. Они цветут вот такими белыми яркими цветочками, очень ароматные. Если вы возьмете цветочек, его высушите и добавите в чай, у вас чай будет уже с ароматом жасмина. Потому что именно запах вот этих цветов цитруса напоминает запах жасмина. Особую важность при уходе за комнатным лимоном играет влажность. Очень хорошо брызгать. Каждый день, а можно и утром, и вечером брызгать лимон. Это очень хорошо, это создает такую вот как бы влажную среду, в которой он растет. И это очень благоприятно и для листьев, и для вообще самого растения. А вот интенсивность полива лимонного дерева зависит от времени года. Конечно, летом это по мере, может быть, если стоит на солнце, то это поливать каждый день. Вот зимой, конечно, надо не перелить, потому что главная тоже ошибка – это перелив, загнивание корней и уходит растение, не дождавшись весны. Очень удобно, например, вставить какую-то деревянную палочку. Вставили такую вот палочку деревянную, вы ее достали и посмотрели, если она сухая, значит, у вас корневая система требует воды. Обратите внимание, грунт лимонному дереву нужен с нейтральной реакцией, кислотный исключить. И следите, чтобы почва была рыхлая. Лимон любит удобрения. Это и минеральные удобрения, это и органические. Органические – это вы разводите водой и потом поливаете. Ну, конечно, надо так, чтобы, что называется, не переутерствовать. И еще один важный момент. Сажать нужно только сортовые лимоны. Причем растения, выращенные из косточки, подарят первый урожай лишь на 8-10 год после посадки. А вот лимоны, полученные черенкованием, плодоносят уже через 3-4 года. Вот, пожалуйста, какие лимоны вырастают в нашей оранжевее. Это лимон, да, крупный. Он бывает от 400 до 900 грамм. Один лимон весит. Осталось добавить, при соблюдении всех правил ухода, домашний лимон обязательно будет радовать вас упоительным ароматом и сочными плодами на протяжении 40 лет. Удачи!